Здравствуйте! Я рад приветствовать вас в нашем зале. К счастью, у нас в городе установилась небольшая морозная погода, исчезла грязь, и это значит, что лето наступит не скоро, и у нас есть время заняться изучением чего-нибудь интересного и познавательного. И одной из таких тем является виртуальная реальность, в частности, те решения, которые предлагает нам Google. Для начала давайте разберемся, что нам нужно для того, чтобы попасть в виртуальную реальность. Нам нужно, в первую очередь, ощутить, увидеть и услышать, что творится вокруг нас. Человек воспринимает большую часть информации посредством глаз, поэтому самая первая вещь, которую следует реализовать, это организовать доставку двух различных картинок в разные глаза. Когда мы смотрим на какой-то предмет, наши глаза разнесены на небольшое расстояние, и получается, что мы видим с небольших ракурсов. За счет этого как раз мы получаем картинку в мозгу с глубиной. Google Tango, который был в предыдущем докладе, работает подобным образом. У него есть несколько датчиков, разнесенные на расстоянии, и он может обнаруживать именно глубину для построения модели. На самом деле сама идея 3D-изображения довольно стара, и уже существует очень много технологий, позволяющие нам просматривать происходящее в 3D. Наверняка многие видели в кинотеатрах подобные очки, так называемые анаглифные. Перед одним глазом установлен светофильтр одного цвета, перед другим глазом светофильтр другого цвета. Картинка на экране подается в формате, закодированном в спектр. То есть фильтр отфильтровывает информацию, которая нужна для одного глаза, второй фильтр отфильтровывает информацию для второго глаза. У нас появляется иллюзия, что мы видим разные картинки разными глазами. Слева изображена луна, которая закодирована подобным образом. Если посмотреть на нее через подобные очки, то можно увидеть ее объемную. Но у подобного метода существует один очень существенный недостаток. Потери цвета очень большие. Происходят сильные искажения и цвета очень плохие. Дальнейшим развитием подобных технологий стало появление так называемых затворных очков. Еще их называют светоклапанные. Тоже они ставятся в кинотеатрах. Устройство таких очков отличается. На каждом глазе стоит небольшой экран. Причем разрешение этого экрана всего лишь один пиксель. То есть он может либо полностью закрыть изображение, либо полностью пропустить изображение. И поочередно очки переключают эти экраны, давая нам увидеть то одним глазом, то другим. При этом для того, чтобы увидеть объемную картинку, нам необходимо синхронизировать переключение глаз с телевизором или с источником изображения в кинотеатрах. Это может быть осуществлено либо по радиоканалу, либо как чаще всего делают на очках. На этих видно слева небольшое окошко. Там установлен фокрасный приемник. Где-то в районе экрана установлен еще передатчик, который дает импульсы на переключение глаз. У этого метода есть тоже свои недостатки. Во-первых, нужен этот передатчик, который синхронизирует. Во-вторых, теряется яркость, потому что половину времени мы одним глазом не видим. И требуется высокая частота смены кадров у самого оборудования для воспроизведения. Еще одной очень интересной технологией является поляризационная технология. Когда волна поляризована в разных направлениях, мы можем поляризационным фильтром взять только часть необходимых нам волн. Наверняка многие видели поляризационные фильтры для фотоаппаратов. Они отфильтровывают блики, можно просмотреть через стекло. Все это основано на тех же принципах. Луч света, отражаясь от чего-то, обязательно меняет свою поляризацию. И за счет этого как раз поляризационный фильтр фотоаппарата срезает ненужную нам информацию. В случае 3D изображения экран подготовлен специальным образом, чтобы одни строчки излучали вертикально поляризованный свет, другие горизонтально поляризованный свет. В случае кинотеатров используется еще круговая поляризация и закручивается в разные стороны. Либо в левую, либо в правую. Google сделал, как всегда, просто и гениально. Он решил использовать обыкновенный смартфон перед глазами. До этого существовало множество различных очков, которые тоже надевались на голову. Они были оборудованы не своими экранами. Но, скажем честно, разрешение у матриц, у таких экранов было весьма скромное. Самое лучшее, которое я видел, было что-то в районе 800 на 600 на один глаз. И при этом они были жутко дорогими. В случае картборда это просто обычная картонная бумажка, которую можно самостоятельно вырезать, поставить линзой, положить свой телефон. И телефон, отображая картинку подобным образом, позволит нам побывать в 3D своими глазами. Дальнейшим развитием картборда стало появление Daydream. Это следующее поколение картборда. Google решил продолжить развитие. И отличия у Daydream от картборда, я бы не сказал, что столь существенные. В частности, материал, из чего выполнен сам Daydream, уже является довольно качественным. Это непростая картонка. Многие производители сторонние начали выпускать свои картборды. Сделаны из пластика, тоже из мягких тканей. Они тоже доступны. Но я думаю, у Google он будет самый лучший по качеству. Другим неоспоримым плюсом является софтовая поддержка самого Daydream. Любой телефон обладает набором своих характеристик своего экрана. Так же, как и кардборд и его линзы. Классический кардборд обычно имел маркировку в виде QR-кода. Перед тем, как поместить свой телефон, нужно было считать QR-код, чтобы занести в телефон параметры линз. Телефон знает свои параметры, знает параметры линз, и он может посчитать, как отображать картинку, чтобы картинка была наиболее комфортной для вас. В случае, например, сторонних производителей, они указывают размеры смартфонов от 3,5 до 7 дюймов. И понятное дело, что если мы ставим внутрь картборда телефон 3,5, картинка будет маленькая, если 7, то картинка будет уже большая, выходить за поле нашего зрения. И QR-ки как раз позволяли эту проблему решать. У Daydream внутри будет NFC-модуль, не нужно будет подносить камеру, достаточно просто положить смартфон, и смартфон сам с задней стенкой своей крышки считает параметры, которые необходимы ему самого картборда. Также у картборда есть небольшой пульт управления. Как я уже упоминал, многие производители выпустили свои картборды, и многие же выпустили свои пульты. Самые разнообразные от инерционных, гравитационных, просто джойстиков. Можно даже подключить обычный USB контроллер от Xbox или PlayStation к телефону при наличии драйверов. Все должно заработать. У Daydream две кнопки и небольшой тачпад, который позволяет перемещать пальцы и двигать что-либо в пространстве или перемещаться самостоятельно. У картборда была всего лишь одна кнопка, которая выносила просто любую область экрана на эту кнопку. Нажимая на эту кнопку, имитировалось нажатие совершенно на произвольное место экрана. Хоть какое-то до управления. Кардборд также мог быть использован совершенно с любым телефоном, который поместится физически в саму коробку. В случае Daydream из-за более сертифицированного подхода к устройствам, в частности, сейчас на данный момент у картборда сертифицированы всего два телефона, это Google Pixel и Motorola Moto Z, и все они будут требовать обязательно Android 7.0. Кардборд, мы могли класть что угодно, и он был очень дешевый. Но самое интересное начиналось, когда мы не просто смотрим какое-то изображение 3D, 3D мы можем посмотреть и по телевизору, а когда мы начинаем вращать головой. Любой же современный телефон оборудован так называемыми MEMS-сенсорами, микроэлектромеханические сенсоры. Это микроскопические устройства, где на кристалле собрана электроника и небольшие подвижные механические детали, которые позволяют отслеживать различные внешние факторы. Например, наверняка многие знают, что такое гироскоп. Это большая железка, которая вращается, внутренняя часть, которая всегда вращается, она будет повернута в одну сторону и, поворачивая внешний корпус, мы можем посчитать, насколько мы повернули от большой железки внутри. То есть он отдает нам угол поворота. В случае MEMS-датчиков яроскоп отдает не настоящий угол поворота, он отдает угловую скорость. Внутри него стоит небольшой подвижный элемент, который движется под действием силы кориолиса, если кто-нибудь помнит из курса физики. И мы можем узнать именно угловую скорость. Проинтегрировав угловую скорость, мы можем уже потом узнать поворот. Этот метод довольно плох тем, что, интегрируя, мы получим набегающую ошибку и, крутя телефон в разные стороны, вернув его обратно, скорее всего, мы не сойдемся в той же точке, в которой мы были изначально. Второй интересный датчик – это акселерометр. Он определяет действующие на телефон силы, в частности, ускорение свободного падения. В спокойном состоянии он будет показывать обычное ускорение свободного падения на нашей планете, что примерно 9,8 метра на секунду в квадрате. Но если мы начнем двигать телефон, вращать, мы приложим к нему ускорение, и у нас получится, что в момент самого вращения телефона нужные показания телефон не будет отдавать. Только когда мы руку успокоим, система успокоится, ускорение останется только то, которое направлено к земле, ускорение свободного падения. Поэтому для того, чтобы просто посчитать, как расположен телефон, ни один из этих двух датчиков не вводен. Однако, учитывая тот факт, что яроскоп убегает со временем, а акселерометр убегает только в настоящий момент, когда мы вращаем, можно применить математически различные методы, в частности, фильтр Калмана, который вычислит нам точное положение телефона. В самом Android SDK, если вы программировали под Android, вы наверняка обращали внимание на то, что среди списка датчиков есть как акселерометр, так и яроскоп, и еще так называемый Type Orientation, он называется в SDK. Это как раз один из таких математических методов, который вычисляет положение телефона с помощью двух таких датчиков. Сами эти датчики, как правило, собраны на одной микросхеме. Очень часто еще на такую же микросхему ставят дополнительно датчик магнитного поля, то есть обыкновенный компас. Еще я хочу показать одну интересную вещь на телефоне. Я не знаю, увидите, бинокли взяли или нет, но я лучше сейчас давайте проброшу на экран. Вот есть приложение, которое скачано с Play Market. Сейчас оно строит график и от яроскопа, например, давайте поставим. Ну, как видите, вот я даже стою, небольшие колебания отображаются на графике. Если я начну поворачивать, произойдет резкий перепад. Поверну обратно, я вряд ли когда-нибудь попаду в ту же точку. В случае акселерометра, если я поставлю телефон вертикально, то в одной оси должно быть примерно 9,8. Сейчас он это нарисует, переверну. Должна поменяться две оси местами. Да, вон синий и красный поменялось местами. Если я начну его просто трясти, будет совершенно непонятно, что мы не сможем определить. Для этих целей как раз и нам потребуется применить математические методы. Но один из очень интересных датчиков в связи с его последними обновлениями – это барометр. Может быть, кто-нибудь, кто увлекается квадрокоптерами, замечали то, что на новых квадрокоптерах появилась надпись «Барометр». Совершенно очевидно, что он меряет не погоду на квадрокоптере, а он измеряет давление с целью определения высоты. Вот показания с барометра. Сейчас просто большой угол, то есть небольшой разброс, этот джиттер виден. Но этот датчик позволяет также определять высоту с точностью до сантиметров. Если я опущу сейчас телефон вниз, вы можете увидеть то, что давление поднялось. Воздух давит на датчик, появился дополнительный вес. Если сейчас я его подниму, сразу давление меняется. То есть таким образом мы можем вычислять перемещение телефона еще по вертикальной оси. При этом точность у него весьма высокая, можно сантиметры вылавливать, если обработать, например, фильтром низких частот. В квадрокоптерах данный датчик используется с целью установки точной высоты, на какой должен квадрокоптер висеть. Но чтобы не разбираться во всех этих тонкостях, у нас есть SDK и библиотеки. И Google выпустил для своих устройств Cardboard и Daydream Google VR SDK. Он представляет собой набор компонентов, которые помогают нам разрабатывать приложения именно для отображения 3D-реальности. Он доступен как на iOS, так и на Android. Он позволяет нам отображать, во-первых, стереоскопическую картинку, которая была ранее на слайдах. Во-вторых, мы можем переключиться прямо в программном коде на отображение просто плоской картинки на экране самого телефона. Это может быть полезно, если мы хотим посмотреть на какую-нибудь панорамную фотографию без очков. Мы всегда можем положить один и тот же контент и просто банально переключаться внутри. Он же берет на себя работу с датчиками. Нам не нужно вычислять квадронионы, чтобы понять, как нам повернуть в OpenGL голову на основании показаний этих датчиков. Нам достаточно просто запустить стандартное activity, указать то, что это activity наследовано от класса Google VR, и он сделает все само. Поскольку у Daydream есть свой небольшой контроллер, SDK также поддерживает работу с этим контроллером, все нажатики кнопок, тачпада, у него есть набор функций, коллбеков. Вы можете спокойно использовать данный контроллер в своих разработках. Еще одним интересным моментом является звук. Так же как 3D — это один из каналов восприятия человека, наверное, второй по значимости. И если мы хотим поочутиться в 3D реальности, нам бы хотелось ощутить, откуда идет звук, с какого направления. В библиотеке сразу есть подобие, если знаете Open Audio Library или Direct 3D Sound. Вы говорите самой библиотеке, какой источник звука, его координаты в 3D пространстве, и библиотека сама смешает звук так, как вам нужно. Учитывая различные материалы среды, вы можете их задать при указании источника звука, и, например, если вам необходимо построить сцену, из которой из одной колонки играет слева что-то одно, с другой колонки — другое, и где-то посередине у нас есть какая-то птичка, мы просто говорим в библиотеке, поставь три источника, говорим звуковые дорожки, и пользователь слышит все так, как это должно слышаться в реальном мире. также есть замечательный небольшой пока что набор вьюшек, которые можно встраивать в свои приложения. Они являются вполне себе полноценными решениями для отображения каких-либо вещей. В частности, сейчас на слайде есть пример фотографии на 360 градусов панорамной, причем стереофотографии. Данную фотографию можно просто положить в ресурсы приложения и одной строчкой сказать то, что взять именно эту картинку и отобразить. Все, у нас будет готовый компонент, который пользователь сможет увидеть в своем приложении. Это обычная вьюшка, такая же, как и остальные вью в андроиде. Можно их отобразить несколько на одном экране, можно вывести ее на полный экран, и при этом, если вы хотите переключаться между очками или простым отображением, вам тоже ничего не придется делать. Достаточно просто нажать кнопку, которая тоже будет нарисована собственной библиотекой. Вот примерно так будет выглядеть та же самая картинка. Можете вернуться. Это вот где-то, наверное, в районе тени. А нет, это ступеньки. Но эта картинка сделана абсолютно с того же источника. Также есть возможность добавлять видео. Видео являются практически идентичными картинками, только анимированные. Появляется полоска для перематывания. Можете перемотать, если вам скучно смотреть какой-то момент. Возникает, конечно, вопрос, откуда взять такие видео, такие картинки. Компании сейчас начали выпускать небольшие фотоаппараты. В виде такого, где-то примерно вот такого брелка, у которого с двух сторон расположен объектив. С помощью такого фотоаппарата можно сделать просто фотографии на 360 градусов. Но видео не получится сделать, потому что нам нужен небольшой разнос между глаз. При этом этот разнос должен быть совмещен со всех ракурсов. Поэтому приходится делать подобные решения. Собрать такую конструкцию — это еще полбеды. Она довольно дорогая, но потребуется еще специальный софт для того, чтобы склеить получаемые картинки в пригодные для отображения виртуальной реальности контент. Вот, в частности, камера, которая выпускается с двумя объективами. Ей достаточно спустить курок. Она, по-моему, даже сама умеет сшивать картинки. И вот такую картинку можно просто закинуть в приложение и на вьюшке где-то у себя отобразить. В предыдущем докладе, я думаю, вы видели примеры использования дополненной реальности перед началом конференции «Бродящий котенок» и другие явления на экране. Это также можно реализовать с помощью этой библиотеки. Однако вам придется использовать уже OpenGL, либо использовать версию библиотеки, заточенную под Unity. Их как бы две. Можно чисто OpenGL, можно под Unity. Куда же можно применять данные технологии? Ну, самое первое и очевидное – это игры. Как правило, OpenGL – это различные игрушки, шутеры и прочие игры, где нам необходимо воспринятие глубины. Netflix недавно запустил сервис для отображения 3D-контента. Эта библиотека тоже может помочь вам написать какое-нибудь собственное решение для отображения в фильмах. Придя в магазин, вы можете достать свой телефон и увидеть, помимо ценников банальных рядом с товарами, какое-нибудь дополнительное описание прямо на экране смартфона. Другим интересным моментом может быть применение в сфере продаж недвижимости. Ни покупателю, ни продавцу, как правило, неудобно встречаться, ходить, бродить, будь то это квартира или какой-то другой объект недвижимости. Можно снять такое видео и покупателю будет гораздо проще сразу оценить, стоит ли ему вообще ехать смотреть данный объект. Очень замечательное применение у этой технологии – это музеи. В современных музеях, приходя вовнутрь, в залы, иногда стоят различные компьютеры, к которым можно подойти, что-то послушать, но эти компьютеры могут быть заняты, а телефон есть, как правило, у всех и всегда. Библиотека будет работать практически с любым телефоном и, дополнив таким образом музей, мы сможем донести до посетителей больше информации. Google перенес Google Earth в 3D. Вот их небольшой рекламный ролик, который отображает, как выглядит Google Earth в очках виртуальной реальности. Эти видео вы можете найти на самом сайте Google Earth и посмотреть хотя бы просто на обычном мониторе, не 3D, те же самые картинки, но в очках они будут выглядеть объемными. Как видите, перемещение по пространству осуществляется с помощью пультика от Daydream. И также есть возможность, в зависимости от модели телефона, используя тот же барометр, перемещаться вверх-вниз, просто крутя головой. На видео этого видно не будет, тут в основном все идет с пульта. Другой очень интересной идеей использования подобных технологий является 3D-печать. Одна компания, она еще, по-моему, находится в состоянии стартапа, предложила пользователям использовать дополненную реальность для строения моделей. В частности, можно также использовать любые другие средства моделирования, но она интересна тем, что, используя обычный банальный контроллер, нельзя получить высокую точность моделирования. Будет большая погрешность. Но если мы хотим сделать какой-нибудь небольшой сувенир, мы можем буквально налепить его при помощи таких контроллеров и затем прямо из приложения заказать распечатку данного сувенира на 3D-принтере. По-моему, это очень хорошая идея применения современных технологий, которая, я думаю, со своим временем монетизируется. 3D-принтеры становятся все дешевле и дешевле, и для подобных изделий, например, если вы хотите сделать какой-нибудь горшок и не мазаться в глине, то погрешности более чем достаточно. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте я сейчас покажу вам вживую приложение-примеры из SDK. Ну, самый простой пример – это как раз панорамные Activity. Можно просто, крутя телефон, видеть, что происходит вокруг нас. Как видите, это обычная вьюшка, как она встраивается в Activity в любой layout. При этом можно его развернуть на отображение на картборде. Сама SDK просит положить телефон в картборд, и мы можем смотреть уже в картборде, в 3D. Но сейчас, я думаю, мы не сможем этого увидеть. И у нас еще не повернулся экран. Другое приложение – это видео. Это практически аналогично. Вот где-то здесь, вот оно, были несколько обезьян. На проекторе, по-моему, не очень хорошо видно, но они там вон ходят. То же самое можно его просто перевернуть, увидеть в ландшафтной ориентации. Обезьяны почему-то получились сзади. Вон они. Сейчас поедут, я на паузу поставил еще. Ну и то же самое можно переключиться в режим 3D. Опять попросят ставить очки и получим такие же картинки. Данные примеры, они очень простые. Буквально можно реализовать там в несколько строчек. Просто основное требование – это положить предварительно подготовленный контент в ресурсы приложения. Я надеюсь, что Google Tango сможет готовить подобный контент для подобных приложений. И там есть еще один пример игрушки. Он немножко побольше. Он требует уже наличия очков. Но, я думаю, мы так сможем увидеть. Смысл этой игры в том, что мы должны навести телефон на крутящийся квадрат и нажать на экран. Как я уже говорил, на Cardboard есть одна единственная кнопка. И, ища таким вот образом объекты, мы можем их нажимать. Сейчас на экране обычный, совершенно оригинальный пример, который в SDK ничем не измененный. Но, буквально поменяв несколько строчек, добавив небольшой код, буквально два треугольника и наложив на него текстуру, мы можем сделать то же самое, только с дополненной реальностью. То есть, сейчас мы видим на экране. У вас зал, при этом сохранилась как бы сама игрушка. Это было сделано, ну, буквально где-то за час на чистом OpenGL без всяких библиотек. Код очень простой. Давайте даже заглянем в Android Studio и посмотрим, насколько сложно что-то сделать в Google VR SDK. Сама Google VR SDK доступна на GitHub. Ее можно просто выкачать и открыть саму рутовую директорию репозитория в Android Studio. Когда Android Studio загрузится, мы увидим вот примерно такой состав пакетов. Это как раз библиотеки основные компоненты, которые можно использовать в своих приложениях. И примеры, которые мы только что смотрели. Вот, например, пример игрушки Treasure Hunt. Это фактически два класса, только при этом один из них довольно длинный. Но тем не менее, если знаете OpenGL, тут ничего сложного нет. Если хотите строить более сложные игры, конечно, лучше воспользоваться Unity. Но в данном случае, в примере с дополненной реальностью, я взял, добавил всего лишь один класс. Назвал его CameraBackground. Этот класс использует шейдеры для отображения на вершинах треугольника текстуры, которая берется с камеры. Вот вы здесь можете увидеть камера Open. Это обычный метод для открытия камеры в Android. И написав вот такой небольшой класс, который рисует именно саму камеру, при этом он рисует эти два треугольника в виде квадратика всегда перед камерой, которую мы смотрим, то есть вращая головой. Получается то, что мы вращаемся в пространстве, но изображение с дополненной реальности остается всегда на месте. И в сам Tejan Heart Activity я внес всего лишь две или три строчки. Одна из них была связана с тем, что я хотел отключить режим отображения для очков и просто сделать как для обычного просмотра. Это делается буквально одной строчкой. При этом кнопки по дефолту на Activity не предусмотрены для переключения этого режима, но ее можно добавить с помощью, например, Relative Layout у Activity. И если мы посмотрим в код, да, он довольно-таки длинный, потому что там все-таки квадратики еще и вращаются. Вот он, камера background. Если поискать внутри, то он включен буквально… вот одно место создается камера background-класс, и во втором месте вызывается метод draw. Все. Это весь процесс добавления дополненной реальности. Ну, на этом, пожалуй, все, что я хотел рассказать о Google VR. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Так, у нас только нужно найти микрофон. Раз, два, три. Да вот тут прямо рядом, давайте. Спасибо большое за доклад. Есть вопрос по поводу звука. То есть, насколько я понял, когда мы создаем какой-то источник в 3D-модель, то есть у нас есть 3D-модель, например, комнаты сама сохраненная, и мы создаем какой-то точечный источник звука и создаем вектор, в каком направлении, собственно, звук будет передаваться. И в таком случае зависит ли звук от акустических свойств комнаты. То есть у нас есть, допустим, простая комната, да, или что-то вроде там концертного зала. И если не зависит, то можем ли мы при конструировании 3D-модели комнаты задавать какие-то определенные свойства поверхностям, чтобы, то есть, допустим, насколько они отражают цвет, насколько они звук от себя отражают и подобное. Да, спасибо за ваш вопрос. К сожалению, в SDC я не видел момента задания направления звука, как бы там все направленные источники звука все. Возможно, можно дописать, код весь доступен. А материал, среда, ее можно задать при помощи Enuma. Там есть довольно большой набор различных материалов, которые позволяют имитировать эти материалы. Вопрос такой, почему у вас при программировании гороскопа используется именно фильтр Калмана? Почему нельзя взять более, как бы сказать, простой и более эффективный фильтр Winner? Потому что, смотрите, при использовании фильтра Калмана вам необходимо будет учитывать, в принципе, все 4 градации по всем 4 численным методам. У вас это сделано или нет? Ну, у меня это точно не сделано, потому что данный компонент является частью операционной системы Android. При этом фильтр Калмана был приведен как пример. Он очень популярен для тех, кто хочет получить точность выше, чем точность предоставляемая SDK. А в SDK использован какой-то другой метод. Название буквально на днях читал, но забыл. Спасибо. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, как дела обстоят с каким-то реализацией мультиплеера в VR, то есть если нескольким людям передавать один и тот же контент и общение с сервером? Ну, тут вопрос довольно интересный тем, что реализация подобных вещей, она уже очень стара. Написано множество библиотек различных игрушек. Даже буквально недавно вышедшая игра Pokemon Go, которая прогремела и как-то сейчас о ней стало тихо, но она уже реализовывала как раз коммуникации между пользователями. Все это придется реализовывать самостоятельно, либо используя какие-то уже написанные средства для разработки, какие-то свои MMORG сервера. Это вполне доступно, потому что в конечном итоге все сливается в обычный OpenGL внутри библиотеки. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вопрос немножко не в тему. Чем вы стремитесь с телефона изображения в Chrome? Давайте не будем рекламировать такие приложения, вы можете подойти после доклада, я покажу все. Хорошо, спасибо. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. И сам вопрос. Несколько лет назад Google представила Google Glass и со временем проект этот закрыло. Сейчас уже множество компаний представили свои шлемы виртуальной реальности по типу Oculus Rift, PlayStation VR и так далее. Вот скажите, рассматривает Google возвращение к этому продукту и внедрение каких-то технологий дополненной виртуальной реальности? И если да, то теоретически как скоро мы можем увидеть этот продукт на рынке снова? Спасибо. Ну, для начала давайте немножко проясним, я не работаю в компании Google, поэтому я даже принципиально не знаю планирования дальнейших планов компании, однако сам SDK позволяет использовать телефон практически в любом шлеме, у которого использованы линзы. Возможно только придется ввести корректировки на искажение линзы, но это все реализуемо, это просто цифры, которые необходимо передать в SDK, чтобы он выровнял. Конкретно самим Google Glass, ну тут остается только догадываться, что Google будет делать с ними. Спасибо за ваш вопрос. Еще раз спасибо за доклад. Мне интересно, вот относительно определения в пространстве. Мы уже видели у Vive с помощью камер, а тут мобильный VR и программная. В чем принципиальная разница? Разница в том, что все датчики, которые установлены на телефоне, они не позволяют вычислить, например, перемещение человека по аудитории. В случае танго он может посчитать, как вы ходите, потому что у него есть уже зрение периферийное с глубиной. В случае VR нам приходится применять уже хитрые математические методы, чтобы просто посчитать перемещение головой, потому что один какой-то конкретный датчик, он не может это вычислить. Приходится применять их в паре несколько. То есть получается вопрос в качестве точности определения пространства? Угол наклона головой можно посчитать очень точно. Перемещение по высоте можно довольно-таки тоже неплохо посчитать. Но если мы начнем осуществлять перемещение по комнате, это как бы можно просто взять акселерометр и смотреть какое ускорение. Вот мы это прошли, оно началось, потом оно опустилось, физика Ньютона, все просто, но появится опять же набегающая ошибка. Мы стояли в одной точке пространства, перешли буквально на метр в виртуальном и физическом. Если мы вернемся обратно, мы вряд ли вернемся в ту же точку. И чем дольше мы будем ходить, тем больше будет убегать этот расход. Для этих целей применяют другие решения. В частности, используют камеру для фиксации на каких-то объектах. Еще используют блютуз-маячки для того, чтобы определить расстояние. Это также как с ориентацией можно использовать в паре с акселерометр блютуз-маячок. Он сам по себе дает неточное положение. Но при этом усереднив по времени, у него же разброс параметров, будет все равно поддаваться какому-то закону распределения. Будь то гауссовскому или равномерному, можно вычислить более точно. И, возможно, с помощью фильтра можно посчитать местоположение уже человека, перемещающегося по пространству с помощью акселерометра и датчика. Ну, это нужно пробовать и реализовывать, но готового я такого не видел еще. Тогда мне интересно, зачем будущее? За более точными датчиками снаружи или за алгоритмами? Я думаю, будущее будет за именно точностью самих датчиков. Тот же акселерометр, его наверняка можно сделать более точным, как недавно произошло с барометрами. И появившиеся квадрокоптеры на лавках магазинов с надписью барометр это как раз следствие того, что просто улучшили точность. Спасибо. Спасибо. Добрый день, отличный доклад прозвучал. У меня вопрос по кардборду. Как я понял, кардборд – это самосборная модель, и мы платим только, по идее, за линзы. Значит, все ориентированные параметры, параметры ориентирования, они зависят от самого устройства. Есть ли какой-нибудь рекомендуемый список таких устройств, так как у всех датчики разные, у кого-то хуже, у кого-то лучше? Спасибо. Это довольно интересный вопрос, потому что при работе с датчиками на телефонах можно встретить, скажем так, весьма странное поведение. Кстати, продолжая предыдущую тему, я помню буквально лет пять назад датчики, которые просто переворачивали экран, это внутри тоже, по сути, акселерометр, они были весьма грубоваты. Сейчас они стали уже гораздо лучше. В случае 3D, возможно, устроит и даже показания грубого датчика, потому что, ну, будет у него дискретность отличаться. Не будет позиционирования как бы для мозга человеческого, это вполне может быть неплохо. Он будет видеть. Но с более хорошим датчиком это будет комфортнее, удобнее. И так же, как выпустили Daydream, который более комфортный и удобный, так же будет гораздо более удобно с хорошим качественным телефоном. А так запустить можно, я думаю, на любом. То есть, получается, чем больше цена, чем лучше телефон, тем лучше работа. Ну, вот на счет цены я бы не стал так сразу зарекаться, потому что сами датчики, они не столь дорогие. Вопрос инженерной конструкции устройства, что они поставили внутри. Просто нужно смотреть для каких-то своих требований. Но большинство телефонов, которые сейчас продаются, они свободно позволяют использовать Google Wear. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. В основном было применение рассчитано на, как сказать, в развлекательных целях. А есть ли какое-либо другое применение виртуальной реальности? Маркетинг, продажи, изготовление каких-нибудь предметов. Буквально недавно читал статью, как врачи без границ использовали виртуальные реальности для моделирования каких-то зданий. Ну и, конечно же, просто банальный интертеймент. Спасибо. Спасибо. Можно еще вопрос? Тут. Вопрос по поводу девайса, на котором производились примеры. Что за девайс, какое разрешение и остальные параметры? И удовлетворяет ли качество? То есть, насколько я знаю, разрешение должно быть 2-4К, чтобы более-менее реалистично все это выглядело. Вообще, сам удовлетворен ли качеством изображения, полученным именно в Cardboard? Я, в общем-то, удовлетворен. У девайса разрешение 720p. То есть, получается, на глаз идет 1280 разделить на 2. И вот это число, оно умножено на 720. В общем-то, качество неплохое, но, конечно, хотелось бы лучшего. Ну, сейчас есть… Опять же, этот девайс у него всего 4 или 4,5 дюйма. 5-дюймовые модели уже сейчас ставятся экраны 1080 и выше. И еще вопросик можно? По поводу IP. Есть ли там какой-нибудь механизм передачи изображения именно с настольного компьютера, например, чтобы я рендерил изображение в одном месте, передавал и визуализировал его на Cardboard? Ну, там вот виртуальная реальность, но такая вот за копейки и вот… То бишь, брать картинку с какого-то внешнего источника, например, с IP-камеры? Ну, нет, ну, например, то, что рендерит моя видеокарта на компе. То есть я беру какую-нибудь крутую серьезную видеоигруху, хотя бы намеки в IP, вот какие-нибудь описания. Нет, намеков таких нет, хотя бы по той причине, то, что поток передаваемых данных будет очень большой. Очень большой. Это выгоднее передавать как просто видео. Ок. Так же, как я вот транслировал на экран, это был просто видеопоток, сжатый каким-то кодеком. Спасибо. Еще один вопросик, пожалуйста. Смотрите, вы тестировали квадрокоптер на отказоустойчивость. То есть, предположим, если он у вас по FM-диапазону управляется или через облако, проверяли ли вы его, когда он пролетал под глушилками? Я только на вертолетах летал, на игрушечных. А, не, просто я сам тоже немножко играл с этим, и, к сожалению, не всегда он пролетает. Поэтому подскажите, пожалуйста, вот в данном случае, если вдруг ваш квадрокоптер потеряет связь по разным каналам, что вы будете делать? Производители квадрокоптеров эту проблему уже пытаются очень активно решать, и одной из самых распространенных фичей квадрокоптеров в этом плане является функция возврата квадрокоптера к точке, откуда он взлетел. То есть, он помнит, где он был. Если потерялся сигнал, он автоматически прилетает обратно. Спасибо большое, Николай. Выбери, пожалуйста, три вопроса. Ну, конечно же, вопрос про фильтр Калмана. Ребята, встаньте, пожалуйста, кто задавал вопросы? Николаю, потому что ему очень сложно выбрать. Так, второй, вот. И последний вопрос. Так, и последний вопрос. Вот парни стоят. Вот мужчина в пиджаке. Спасибо большое. Николай, здорово, отличный доклад. Вот тебе такой памятный сувенир по конференции. Спасибо. Приходи к нам еще. Спасибо.